И по их распоряжению. А почему? А может быть это лживое? Не соответствует действительности. Проверьте. Ну проверьте. Я здесь нахожусь в течение часа и ничего нет. Ничего здесь не вижу. Мы здесь находимся в цели допущения наручения общественного порядка. Чтобы закон, чтобы не было. Почему войти нельзя? Сегодня рабочий день. Подспросите, пожалуйста. Вы опять спросите. А кто законная власть? Я Граюл проходит. Нет, это Игорь Иванович, это ваши выдумки. Это ваши, так скажем, факты, притянутые за уши. Жаловайтесь, пожалуйста. Будем жаловаться. А насчет правопорядка, Игорь Иванович, на ваших глазах человек меня ударил. Вы этому не противодействовали. Вы знаете, я что, спрошу сейчас. Вы сейчас заряди, пожалуйста, заявление пишите. Ну, допишу, конечно. Я сначала сейчас этот трафон съездил, сейчас заявление напишу. А сняли побои? Снял, конечно, а как же. Есть там, да? Да, есть. Ну как, ушиб. Мягкие ткани и нижнечелюстного отдела. Вот у нас справочка. Покажите на камеру. Конечно, покажу. Я сейчас для этого и достаю. Да ладно, вот, друзья. Вот трафон, свеженькая. Секунду. Мало того, там еще сейчас женщина находится, на которую так же напал Потапчук. Женщина? Да, Ирина Бузина. Он с нее сорвал очки, поцарапал руку, ссадя на нее на руках. Она сейчас находится в травмпункте. Сейчас адвокаты нам готовят заявление, будем писать, да, заявление в полицию. На хулиганские действия Германа Валерьевича Потапчука. Ничего себе! Это не подправляется. Ну вот, вот. Человек-то на драчон-то какой. Здесь двое ребят сейчас были из Росгвардии. Как охраняем объект. Вообще, они ничего не поддаются. Как поддаются? Ничего не поддаются. Это вообще ужас. Стена не пробивает.